ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Не согласие дуть в трубочку будет стоить дороже положительного теста на алкоголя. С подачи ГИБДД в новый КОАП хотят включить штраф в 50 тысяч рублей за отказ от освидетельствования, если в машине находится хотя бы один ребенок в возрасте до 16 лет. Сейчас, напомню, присутствие несовершеннолетнего роли не играет. Штрафы за пьянку и за отказ одинаковые – 30 тысяч рублей плюс лишение прав. Добавлю, власти давно уже хотят ужесточить ответственность тех, кто предпочитает остаться без прав непризнанным нетрезвым водителем. ТРАССА СТО ОДИН Готовят нам и другие штрафы. На федеральном уровне планируется закрепить взыскание от 1 до 3 тысяч рублей, заброшенный надолго автомобиль. Так власти хотят бороться с автохламом во дворах. Мойка машины вне специальных мест обойдется в сумму от 1 до 2 тысяч рублей. За парковку на озелененных территориях или проезд по ним можно будет получить штраф от 1,5 до 4 тысяч, до 5 тысяч за стоянку на детской или спортивной площадке. ТРАССА СТО ОДИН КИА запустила продажи нового кроссовера Иксец. Минимальная стоимость автомобиля – полтора миллиона рублей. В начальной версии он оснащается бензиновым турбированным 140-сильным мотором объемом 1,4 литра. В топовых версиях присутствует 200-сильный агрегат объемом 1,6. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. ТРАССА СТО ОДИН Число выставленных россиянами на продажу легковых автомобилей в период пандемии существенно поубавилось, констатируют специалисты. Оно и ясно – многие из нас решили отказаться от продажи автомобилей и покупки другого до лучших времен. Причем подержанные легковушки за последний месяц немного подешевели. Особенно это заметно по «Ладо Веста», «Шкода Октавия», «Форд Фокус» и «Тойоты Камри». ТРАССА СТО ОДИН Компания «Фольксваген» презентовала новинку – не то компактный хэтчбэк, не то кроссовер. Машина получила название «Нивус». Она будет продаваться сначала в Южной Америке и Мексике, а затем доберется и до Европы. Автомобиль оснащается однолитровым трехцилиндровым турбомотором, который работает как на бензине, так и на спирте. В первом случае двигатель развивает 116 лошадиных сил, во втором – почти 130. Трансмиссия – шестидиапазонный автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН